Здравствуйте! На часах 13.05, а это значит, что пришло время универсального формата. В студии Юлия Севера напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Телефон не изменит, ждет ваших звонков. Ну и, быть может, поздравления, ведь накануне собрались мы здесь такого страшного, одновременно и доброго праздника, как Хэллоуин. Кто-то его не любит, кто-то считает, что он все-таки не наш, его не стоит отмечать. Но мы считаем, что это один из поводов встретиться с друзьями, быть может, как-то почувствовать себя каким-то интересным персонажем, нарядиться, может быть, накраситься как-нибудь по-страшному, по-забавному. Вот как раз сегодня будем обсуждать, как же нам отпраздновать Хэллоуин. В частности, подумаем, что приготовить на этот страшный праздник. Ну и как же преобразиться, что же сделать со своим образом, чтобы испугать, повеселить друзей, родных и окружающих. Что ж, начинаем. 202-11-22. Звоните, какие-то свои, быть может, приветы, какие-то поздравления, идеи. Все можно, все в прямом эфире. Ну и, конечно же, разыгрываем призы, о которых совсем скоро вам подробнее расскажу. Для начала давайте поприветствуем наших сегодняшних гостей. У нас расположилась Александра Сегалаева, мастер аквагрима. Здравствуйте, Александра. Сегодня нам что-то изобразить, как раз модель Илья, который поможет вам показать все ваше творчество, все ваши умения и навыки. Да? Хорошо. Ну и рядышком со мной Александра Аксюта, кондитер, человек, который нам расскажет, что же такого сделать интересного, приготовить, чтобы удивить гостей на этот праздник. Хорошо? Да. Наговорились? Для начала, наверное, передам слово Александре. Александра, скажите, пожалуйста, мастер аквагрима. Как вообще давно аквагрим в вашей жизни? В моей жизни аквагрим около двух лет. Началось, на самом деле, все довольно неожиданно. Один мой очень хороший друг посоветовал меня в агентство праздников. И я какое-то время работала там, а сейчас уже перешла в свободное плавание и принимаю частные заказы. Также меня можно найти в цирке, я работаю в цирке, рисую детишек. Хорошо. Сначала визаж или как-то так вот сразу аквагрим? Сразу аквагрим. Сразу аквагрим. Ну вообще, Хэллоуин часто пользуется каким-то таким спросом? Часто ли заказы? Раз в год. Раз в год? Как правило. Есть люди, не один человек. Конечно. У нас на эти дни у всех аквагримеров в Самаре, я думаю, все расписано по минутам. Буквально сейчас я уже поеду на заказы и до воскресенья. Хорошо. Отлично. Мы сегодня предлагаем вам что-нибудь такое интересное изобразить, потому что, ну да, действительно, как раз Хэллоуин выпал на выходные. Я думаю, большинство представителей молодежной аудитории, какой-то, может быть, дети, будут что-нибудь допридумывать. И вот сейчас уже в своих главах держат парочку идей, что же им придумать. Я предлагаю как раз вам сегодня подсказать. Не только вам, у нас сегодня в студии будет очень много, многолюдно много гостей, которые как раз какие-то свои идеи для вас, дорогие телезрители, передадут. Александра, начинайте. Может быть, нам расскажете, что это будет? Это будет секретом. Это будет секретом. Вы увидите. А вот скажите, пожалуйста, как все-таки придумывается образ сами, либо, не знаю, все-таки от заказчика? Образ, конечно, придумывается индивидуально, но если у заказчика есть какие-то пожелания, то мы их учитываем обязательно. Учитываете? Конечно. А бывает такое, что вообще приходят, не знаю, что хочу, что-нибудь? Такое бывает чаще всего, на самом деле. Угу. Да. Ну и, коль мы же сегодня разрисовываем Илью, хочется спросить. Все-таки любители Хэллоуина, любители страшного макияжа, это мужчины либо женщины? Женщины больше. Ух ты. Да, причем женщинам в основном требуется макияж красивый, а не страшный. Красивый? Скорее, страшно красивый. Страшно красивый, такие интересные, может быть, вампиры, да, интересные какие-то королевы. Сейчас очень модно Санта-Муэрте, если вы слышали, это такие черепа стилизованные со всякими цветными накладками, со всякими цветными узорами, которые очень красиво и женственно смотрятся. Хорошо. Так, ну давайте перейду, собственно говоря, к Александре, которая, кондитер, пришла с каким-то интересным рецептом. Вообще, часто ли обращаются, не знаю, к кондитерам, я так понимаю, что, да, это не рождение, свадьба, это, ну, ваш повод, да? Да. Повод для вкусного, вкусного, сладкого торта, пирожных и так далее. Все-таки Хэллоуин бывает? Бывает, но редко. В основном все-таки свадьбы и дни рождения. А почему? Потому что не популярно еще в Самаре? Ну, в Самаре, я думаю, что еще люди не привыкли к такому празднику настолько, чтобы еще и сладости какие-то заказывать к этому дню. Ну, я знаю, самый интересный, самый популярный рецепт, наверное, который ходит по просторам интернета, это ведьмины пальчики. Какие-то печенья, да, печенья в виде таких... С миндалем, в виде ногтей. В виде ногтей. Да, все верно. Ну, я думаю, многие из наших телезрителей догадываются, о чем мы сейчас говорим. И, наверное, первое, что приходит на ум, когда хочется сделать что-то такое страшное, это вот именно эти пальчики. Можно ли что-то еще пофантазировать? Я думаю, что можно, и сегодня я телезрителям подскажу. Сегодня мы будем готовить страшно вкусный десерт. Он выглядит, на самом деле, не так угрожающе, как кажется, но он достаточно вкусный и просто в изготовлении, в домашних условиях в частности. А вы с какими-то уже заготовками пришли? Рассказывайте, что это такое. Да, я пришла с заготовками, это два коржа красного цвета, я их испекла и подготовила. Мы будем дальше делать из них заготовки, это такие как маленькие кружочки для того, чтобы сделать небольшие пирожные. В конце передачи мы обязательно посмотрим, что же у нас получится, попробуем, мало того. Ну и наши телезрители, наши гости, точнее, расскажут вам о своих ощущениях, вкусовых ощущениях. Так, рассказывайте, из чего состоят коржи и как добиться такого красного цвета? Красный цвет, во-первых, это краситель, ничего страшного в этом нет. Краситель можно найти пищевой в любом большом супермаркете. Для того, чтобы приготовить этот бисквит, нам нужна мука, какао, растительное масло, сахар, конечно же, краситель, сода, разрыхлитель. Вроде ничего не забыл, надеюсь. Я предлагаю записывать уже нашим телезрителям рецепт. Да, рецепт мы в конце продублируем уже, да? Вот, вам необходимо... у меня два коржа. Тот рецепт, который я даю, он рассчитан, ну, примерно вот на два коржа диаметром 20 сантиметров. Для того, чтобы его испечь, нужно разогреть духовку до 180 градусов и выпекать примерно минут 10-12, в зависимости от мощности вашей духовки. Вот, чтобы проверить готовность бисквита, нужно через 10 минут проткнуть зубочисткой обычной. Если к зубочистке ничего не прилипает, значит, бисквит готов, его можно вытаскивать. Если все-таки остается какое-то тесто, нужно еще пару минут его испечь. С бисквитами разобрались? Да, с бисквитами разобрались. Потом мы будем готовить крем и шоколадное украшение. Давайте тогда приступим уже к приготовлению крема. Возможно нам сделать? Да, конечно. Расскажем, какие ингредиенты нужны? Для крема нам нужен творожный сыр. Его тоже можно купить в любом супермаркете. Масло. Это все желательно, конечно, комнатной температуры, чтобы лучше взбивалось. И обычная сахарная пудра. Берем миксер. Я взяла тоже обычный домашний миксер, чтобы вам было удобнее. У каждой хозяйки, по крайней мере, найдется все эти приборы на кухне. Да даже продукты, в принципе, незамысловатые, которые наверняка в холодильнике достоят. И начинаем потихоньку взбивать. Самое главное, чтобы масло было комнатной температуры. Иначе вам будет очень трудно добиться однородности крема. Александр, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что так или иначе какие-то рецепты заготовлены и есть. Наверняка бисквит не придуман, да, уже где-то использовался и вранье. Да, конечно. Рецептов, на самом деле, очень много. И не все они хорошие, на самом деле. Большинство рецептов лучше, конечно, проверять. Ну, то есть, вот в моей работе, например, я не могу взять рецепт, который я не использовала, и продать его человеку, например. А, ну, самое сложное, это, наверное, украшение, потому что добиться вот какой-то определенной тематики, возможно, именно с украшением. Как долго обдумываете образ своего готового блюда? Если честно, в большинстве случаев это все на ходу приходит. Я, конечно, спрашиваю предпочтения клиента, что он хочет видеть, как должен выглядеть в идеале торт, который он заказывает. Но в основном это все, как говорится, аппетит приходит во время еды. Во время еды. Хорошо. Так, ладно, не буду вас отвлекать. Вы пока занимаетесь кремом, ну, а я пока поговорю с нашими телезрителями. А именно задам вам вопрос, ответив на который, вы получите билет в кино. Но, быть может, это будет какой-то ужастик. Отправляетесь, смотрите, выбирайте для себя интересный фильм, на ваш взгляд. Ну, и берите человека с собой и, пожалуйста, на пару отправляйтесь в кино. Для этого необходимо всего лишь дозвониться нам по телефону 202-11-22 и ответить на наши вопросы. Где появилось слово «Хэллоуин» впервые? В Германии, в Англии, в Ирландии, либо в Шотландии. 202-11-22. Билет в кино разыгрываем. Так, ну, а мы с... Ух ты! Пока мы тут разговаривали с Александрой. Второй наш гость Александр уже сделала свою работу. Уже все готово. Рассказывайте. Мне кажется, времени потрачено 5 минут. А результат очень реалистичный. А результат очень реалистичный. Я, конечно, понимаю, что действительно, наверное, в домашних условиях такого сделать будет очень сложно. Но все же, что необходимо, чтобы какой-то элементарный грим? Ну, возможно ли люди сделать что-нибудь, человеку сделать самому? Во-первых, я хочу сказать, что краски, которые созданы специально для лица и тела, это, собственно, и есть аквагрим, только их можно использовать. Потому что некоторые неквалифицированные или неопытные гримеры могут использовать гуашь. Поэтому я родителям, которые ко мне приходят, и, собственно, и взрослым, и детям, говорю всегда, покупайте аквагрим, если вы хотите делать нормальные рисунки, после которых не будет никакой аллергии, никаких реакций не будет, то покупайте краски, которые специально для этого созданы. Аквагрим очень легко смывается, смывается водичкой с мылом, и особо как-то подготавливаясь к коже для этого не требуется. Так, что там использовано? Я так понимаю, что это не только. Если возможно, Илья, вот повернитесь, да, к камере, чтобы увидели результат работы Александры. Что-то такое, какая-то непонятная рана смотрится жутко. Жутко страшно, жутко интересно и жутко реалистично. Да, Илья, пока посидите так, пожалуйста, сейчас наши операторы покажут все это более-более объемнее, более ближе для наших телезрителей, чтобы они смогли там что-то разглядеть. Александр, не только краска, не только аквагрим используется? Не только краска, здесь еще используются восковые накладки, они считаются уже разновидностью пластического грима, но как такового большого их содержания здесь нет. Хорошо, ну о пластическом гриме мы поговорим чуть-чуть попозже. Александр, спасибо большое за работу. С Александрой, кондитером с нашим, я не прощаюсь, потому что там уже получается какой-то очень вкусный, мегаинтересный крем. Для вас, дорогие телезрители, напоминаю, что мы разыграем билеты в кино, где появилось слово «Хэллоуин» впервые, 202.11.22. Думайте над моим вопросом, а пока смотрим сюжет. Нет, мне кажется, это не наш праздник. Наверное, как-то за Западом тянемся. Побавиться, охоту похулиганить. Такой ведьминский праздник, там все наряжаются в костюмы, конфеты, сладости, ужастики. Это праздник не наш, не российский, как-то не интересует. Праздник «Хэллоуин» – это такая импровизированная масленица. Масленица, но на западной, только там наоборот, немножечко. Эту тыкву брали, потом вырезали в ней глазки и всякую ерунду, ставили туда свечку, чтобы отогнать злых духов. И если у вас правильно тыква вырезана, то, знаете, к вам дух не придут, и вы будете защищены на весь год от следующего «Хэллоуина». В других странах ходят, выпрашивают конфеты, ну и наряжаются страшные наряды, ну и все, как бы так выше, что не знаю, по нему. Вот у нас в России просто невозможно так праздновать. Что такое хэллоуин? Это когда страшилки такие. В смысле страшилки? Ну, когда тыкву вырезают, по-моему, с глазами. Я не знаю вообще, что такое. Я знаю только, что там тыкву вырезают, и все. Нет. И, в общем, не собираюсь, потому что это не наш праздник. И, в общем-то, надо как-то возвращаться уже к нашим, в общем-то, историческим праздникам. А не заимствовать что-то, то, что нам вообще не свойственно. Но есть же много наших российских праздников. Зачем? Вы понимаете, от того, что мы вводим в свою речь английские слова, мы англичанами не станем. У каждого своя культура. А знали ли вы, что хэллоуин – самый коммерчески доходный праздник после Рождества? Да-да, именно, ну, конечно, может быть, не у нас в России, а за рубежом. И этот праздник приносит больше всего денег всем организациям, которые так или иначе замешаны в его устроении. Что ж, на английском языке слово «ведьма» происходит от староанглийского слова, означающего «мудрая женщина». Так что, если вас, дорогие девушки, где-то там и доназвали «ведьмочкой», не обижайтесь. Назвали вас «умной, мудрой женщиной». Вот так вот. Что ж, я не хочу ни в коем случае обидеть, но я думаю, тоже у нас такие «ведьмочки» сейчас появились в эфире. У нас модель Ольга, которая сейчас будет разукрашена тоже нашим прекрасным мастером аквагрима. Ирина Попова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну и представляем... Боже, боже, боже. Я не знаю даже, как вас назвать, в образе кого вы сегодня пришли. Но в жизни Анастасия Гнутова мастер по пластическому гриму. Здравствуйте, Анастасия. Все верно. Что за образ на вас? Образ. Образ на мне, наверное, дьяволицы. Дьяволицы. Современный дьяволицы, который активно, весело, занимается большим количеством разных дел попутно. И в этом вопросе современный дьяволицы очень помогают пластические гримы. Ведь это грим, который держится крепко на коже, не сковывает движения, не сковывает какую-либо деятельность. Ведь чаще всего на Хэллоуин требуют клиенты, чтобы их подготовили к клубу, к ночному, например. А там клиент будет всячески радоваться, плясать, обниматься. Ну и, конечно, потеть. Конечно же, что-то чесать, кому-то прижиматься, кого-то, может быть, даже целовать. И важно, чтобы грим не съехал. И вот здесь пластический грим предлагает, соответственно, все свои возможности для этого. Частично Александра продемонстрировала возможности пластического грима. Я хотела бы, наверное, дополнить. Частично мастера... Давайте мы сейчас пока посмотрим на фотографии, как вообще выглядит, да? Да, конечно. Насколько реалистично выглядит пластический грим. Вот мы как раз видим в работе, да, пока это все. Да, конечно. Можете как-то пока комментировать. Ну вот воспроизведение, опять же, рога, макияжа в совокупности дает такой эффект. Здесь тоже пластический грим, либо аквагрим? По большей части здесь пластический грим. Задача его воспроизвести объем на лице. Невоображаемый, как аквагрим это делает, с помощью, опять же, тени, света, светотеневого рисунка, цвета. А именно благодаря возможности объемного грима. Для этого у нас вот эта сегодняшняя работа, кстати, прям вот свежая, свежая. Хорошо. Что ж, у нас есть звонок от нашего телезрителя, давайте его примем. Ну и порадуем его, конечно же, подарком, который, я уверена, он получит. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Юрий. А подарок точно получил? Ну, если ответите верно на наш вопрос, то, конечно же, получите, Юрий. Мы не жадные, мы всегда рады радовать наших замечательных телезрителей. Где появилось слово Хэллоуин впервые? В Ирландии. Еще раз. Тогда мой ответ – это Ирландия. Ирландия? Да. Ну, знаете, не могу засчитать ваш ответ, к сожалению. Ну, к сожалению, не могу, честно. Хотелось бы вас порадовать нашим подарком, но не могу. У нас будет еще второй розыгрыш, поэтому, быть может, там себя испытаете на удачу. Пока остаются три варианта ответа. Это в Германии, в Англии, либо в Шотландии. 202 на 11.22, где впервые появилось Хэллоуин-слово. Что ж, давайте передадим слово Ирине. Ирин, ну, рассказывайте, пожалуйста, вы прям с целой палитры. Это тоже аквагрим? Все верно, это аквагрим различных марок, соответственно, весь профессиональный, который легко ложится, легко смывается, яркие цвета. Ну, и все дополнительные вещи, которые могут пригодиться, то есть кисти различной толщины, различной плоскости, блестки, стразы. Ну, и, соответственно, краски, они бывают и неоновые, и перламутровые, ну, и сплиты больших и маленьких размеров. Давайте вы пока приступайте к работе, а я вас буду отвлекать своими вопросами. Хорошо. Есть у нас звонок от нашего телезрителя. Пока давайте что-нибудь думайте, что же вы будете творить с нашей Ольгой. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. Рассказывайте, пожалуйста, где появилось слово Хэллоуин впервые. Может быть, в Шотландии? Это действительно так. В Шотландии начали употреблять это слово изначально. И я вас поздравляю, два билета в кино достаются именно вам. Поэтому, быть может, как раз 31 октября отправитесь на какой-нибудь интересный ужастик. Спасибо большое вам за звонок. Так, Ирина, рассказывайте, пожалуйста, есть ли уже идея, что сделать? Да, конечно. В первую очередь я всегда отталкиваюсь от самого человека, ребенка или взрослого. То есть для меня очень важную роль играет это цвета, к примеру, платье, оно или в горошек, или оно красное. Или я буду делать похожими оттенками, или это я возьму на контрасте. То есть, ну, зависит от модели. Как бы в первую очередь всегда меня вдохновляет человек с цветами. Да, нужно ли как-то подготавливать кожу к аквагриму? Либо, может быть, человек прийти, не знаю, с макияжем уже со своими? Нет, кожу подготавливать не нужно. То есть, все абсолютно просто наносится. А есть ли какой-нибудь самый популярный образ, вот, за которым приходят? Это, наверное, и к Ирине вопрос, и к Анастасии. Ирина, у вас есть какой-то такой прям рейтинг? Ирина, на Хэллоуин, я думаю, что это Джокер и Череп. То есть, в различных проявлениях, там, пол лица, на все лицо. Как бы, вот это мое мнение, потому что, наверное, это такой самый яркий образ из фильма. И довольно-таки простой, и очень эффектный. Хорошо. Александр, есть ли у вас, не знаю, либо у вас любимчики среди образов, либо к вам приходят... Ну, я, наверное, повторюсь так же, за Ириной Джокер, наверное, держит вот уже хит последних лет, да, последних трех лет, я бы сказала. В последнее время очень популярным стал грим-зомби. Это связано с выходом большого количества сериалов и фильмов. Пластический, страшный, жуткий, что может меня, конечно, не радовать. У женщин это больше, конечно, дьявольщины всякое разное. Чертята, дьяволята и какие-то цветы, ну, что-то такое. Ну, Александра была права в первом блоке, который у нас сидел, и первый наш гость, который сказал, что женщинам необходим страшно красивый образ. Да, страшно красивый и желательно не перегруженный, потому что женщины, как никто, знают, как тяжело носить на себе большое количество декоративной косметики. Да, мужчины в этом плане смелее, но просто они не знают, с чем сталкиваются. Хорошо, ладно. Давайте расскажем, что же необходимо для пластического грима и чем пластический грим отличается от аква, кроме каких-то накладок, которые нам уже... Ну, нам подскажет само название аквагрима, это аква, это вода, она растворяется водой, она ей же и смывается. Соответственно, когда человек потеет, он покрывается, соответственно, водой, и вот частично грим становится... Что-то сползает. Слишком, да, слишком жидким и может съехать. Пластический грим не растворяется водой, чаще всего я использую в работе латекса различные и искусственную кровь, тоже различную, артериальную, венозную, большое разнообразие. Слушайте, это как медик нам пришел на эфир, а не гример. Меня консультируют иногда и медики, да. Соответственно, для проклейки некоторых образов у нас используется латекс, он сходит с кожи только механически, нам надо будет его снять, содрать с кожи. Также у нас есть воск, возможности, которые продемонстрировал у нас Александра. Все это клеится на клее, на разные прослойки, на разные жидкости, и это не водорастворимые краски. И материал, еще раз повторю. Как же потом все это утилизировать? Утилизировать механически, сняв с кожи, вот даже немножечко содрав, подцепив грим, и он легко съезжает с кожи, легко, вот буквально как вот таким пластом. Это специально заготовленная накладка, вот она, собственно, из латекса сделана, мы ее потом будем наклеивать и прокрашивать. Вот таким вот кусочком она и съедет с кожи. Латекс еще прекрасен тем, и вот материалы, содержащие в своей основе латекс, там различные 3D-гели, они хороши тем, что двигаются вместе с кожей. Это очень мягкие, очень легкие, и когда вы мимику свою будете использовать, улыбаться, я не знаю, восторгаться, материалы не будут вам мешать, они не сойдут с кожи, но и не будут вам мешать. Как-то так. Хорошо, есть ли, так, давайте мы перейдем к Александре, которая, так понимаю, практически свой десерт, да и завершила, так? Да, я вырезала с помощью такого кружочка круги из бисквита. Вы можете использовать либо стакан, либо чашку, любой круглый прибор, да, с тонкими краями, чтобы вырезать. Я взяла крем, приготовила в конверт кондитерский, поместила, и вот такими вот слоями положила друг на друга. Ну, так неаккуратно. Давайте будем вот так вот немножечко поближе к нам, чтобы наши телезрители смогли увидеть, потому что... Вот так вот. Вот так. Да, подержать, чтобы... Слушайте, ну крем такой получился пышный, неужели это всего лишь два ингредиента? Здесь еще сахарная пудра, здесь творожный сыр, масло и сахарная пудра. И я добавила немножечко ванильной эссенции, ну, чтобы запах был. Чтобы был запах. Да. Так, что дальше, какой этап? Дальше я беру шоколад, обычный шоколад, это плитка, здесь 90 грамм. И ставлю его на водяную баню и помешиваю немножко. Нам нужно его растопить до однородной массы и поместить снова в конверт. И мы будем делать дальше украшения для наших пирожных. Давайте мы пока с вами немножечко притормозим наш процесс, примем звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут, уважаемый наш телезритель? Алло, добрый день, меня зовут Александр. Александр, с каким вопросом к нам пожаловали? Вот я хотел бы как-то немножко уточнения. Мне хотелось бы уточнить то, что девушке нужна естественная красота больше. Девушке... Постремиться к естественной женщине. Мнение высказать. Хорошо, ну вы согласны ли с нами, что, не знаю, раз-два раза в год на Хэллоуин, например, на Новый год, на новогодний корпоратив, можно что-то такое, какой-то образ... Маскарад. Маскарад, можно все-таки прибегнуть. Да. Хорошо. Ладно, Александр. А как женщине надо природную красоту иметь больше. Слушайте, спасибо вам большое за мнение. Вот так вот, девочки. Мужчины требуют от нас натуральности. Хорошо? Я абсолютно с этим согласна, я тоже это поддерживаю, но именно сам праздник Хэллоуин, это по-любому яркие образы. То же самое, как и на Новый год, это тоже яркие эффектные образы. Поэтому иногда раз в год или два раза в год можно себе позволить такое и удивить там своих родных, любимых людей своими образами. Ирина, как много времени требуется нам до завершения, потому что... Нам буквально еще 3-4 минуточки. 3-4 минуты. Давайте немножечко ускоримся, мы пока поговорим с Анастасией. Анастасия, есть ли какой-то образ, который хотелось бы воплотить? Ну, как творческому любому человеку наверняка смотрите, думаете, блин, вот хочу сделать такое. Конечно, конечно. Есть такой образ, я думаю, у каждого художника даже не один, а несколько, целая обойма этих образов. Я бы хотела воспроизвести образ инопланетного жителя на основе человеческого образа. Именно пофантазировать, каким бы мог быть инопланетянин. Для этого, конечно, мне потребовался очень смелый человек, смелая модель, женщина смелая, от которой потребуется очень много всего. Я хотела бы убрать волосы, соответственно, оставить голову вот именно черепа с формой какой-то, определенно поиграться с формой головы. И это, конечно, не образ на Хэллоуин, потому что тяжело носить такой грим, это однозначно. Однозначно, да. И плюс ко всему, это, конечно, не нечисть, это просто вот именно фантазия на то, каким бы мог бы быть человек. Хорошо. Что ж, ну, если кто-то решится, пожалуйста, вам как одна из идей. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас пока получается, потому что... А мы уже закончили. Да, мы уже закончили. Вот, пожалуйста, Ольга превратилась у нас, ну, в такое что-то очень интересное. Ольга пока не увидит себя, посмотрит на себя в зеркале. Что ж, мы с вами давайте прервемся на небольшой сюжет, а после встречаем новых гостей и новые идеи к Хэллоуину. Моя хобби – большой теннис, например. То есть, как бы спортивная хобби. Фитнес ежедневно, танцы два раза в неделю. Это собрание людей на машинах нестандартной квалификации, то есть, обделанные там турбины, обвесы и много всякого. Ну, гоняем нелегально, то есть, боясь милиционеров или как они там сейчас, полицейских. Ну, что о них там еще рассказать? Это интересно, много адреналина. Плиту, косы, прически делаю. То есть, как хобби. Читаю много очень. Это тут единственное хобби. Люблю читать. Я в детстве собирала открытки. Помогать по дому. Бонзил, смотри. Лежу, вышиваю, шью. Ездим за границу отдыхать. Последнее время с августа я занимаюсь огненным жонглированием. Это, ну, по и кручу. Ролики, там, не знаю, скейтборд, тоже нормальные. Там, не знаю, прыжки, джампинг. Не знаю, там прыжки, это все. С парашюта люблю прыгать. Круто. Особо-то нет такого хобби. Ну, если когда время попадает, то вязать что-нибудь. Детям, внукам. Я рисую. Некогда. Работ много. Практически не бывает свободного времени-то. Но телевизор смотрим. Для души, ну, просто рисовать, играть на гитаре, и все, больше нет ничего такого необычного. У наших сегодняшних гостей очень необычное хобби. Они помогают людям стать, ну, даже не могу сказать, что красивее. Ведь сегодня говорим о Хэллоуине, значит, стать, быть может, страшнее, загадочнее. Что ж, вам представляю наших следующих гостей. Ох, пришла к нам Арч Симпсон, конечно, но на самом деле для людей, близких, родных, это Анна Рассказова, мастер Аквагрима. Здравствуйте, Анна. Если вдруг вы ее не узнали, то вот признавайте, в этом лице на самом деле скрыт именно этот человек. Здравствуйте еще раз. Так, ну, рядышком расположилась, я так понимаю, Олеся Каргина. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мой самый любимый праздник Хэллоуин. Я вас даже боюсь, честно говоря, не понимаю, то ли вы на самом деле такая, то ли вы все-таки придерживаетесь своего образа. Но это, наверное, и есть заслуга мастера, когда вот человек с первого взгляда не может понять. Конечно, то есть нужно переплатиться, нужно превратить человека в кого-то другого. Именно в этом, я думаю, есть суть праздника, то есть как Хэллоуин, так и Нового года, да. Человек хочет сбросить свою обычную личину, уйти от повседневных будней и привнести что-то новое, праздничное в свою жизнь. Ну и рядом расположилась Каролина, которая сейчас только-только будет перевоплощаться в кого, не зная, это уже задача Анны, да? Да, пожелаем, мы видим. Так, хорошо, Ань, вы можете, в принципе, приступать, но первый вопрос, который у меня, наверное, будет, да, мы сегодня поговорили уже про аквагрим и про пластический грим, но все-таки у нас передача идет целых аж 38 минут, вы у нас в последнем блоке, но ваш, опять же, аквагрим, ваш грим никуда не поплыл, все видно, четко образ прорисованный, как долго вообще держится? Ну, на самом деле, грим может придержаться даже до суток, здесь зависит уже от аккуратности человека, от его свойств кожи, от того, насколько ли жарко, допустим, в помещении ли на улице, потеет ли лицо, насколько влажно. То есть, если нет высоких температур, если нет огромной влажности, то можно спокойно в нем ходить, даже тихонечко засыпать, если не лицом по подушкам. Хорошо, давайте приступайте к работе, ну, а мы с Александрой будем завершать наш сегодняшний десерт. Да, у нас осталась последняя часть, мы будем шоколад топить на водяной бане, потом поместим его в конверт, и будем делать украшения в виде паучков и паутинок, соответственно. Собственно, топим шоколад. Как долго топится шоколад? Ой, он топится, на самом деле, очень быстро, я думаю, что несколько минут нам будет достаточно. Леш, ну, я пока вам, наверное, дорогие телезрители, предлагаю такую подборку фотографий. Да, действительно, образ, грим, это очень много, значит, при, когда вы отправляетесь на какую-то вечеринку, на какое-то, быть может, мероприятие, Хэллоуин. Ну и, конечно же, костюм. Вот как раз у нас Олеся сидит в костюме, не только, да, образ. Вот, костюм все-таки дополняет ваш грим. Сами ли вы делали, либо, быть может, подобран он? Да, я подбираю образы, у меня гардеробная огромная, как бы, там куча образов разных, то есть я могу сделать вампира, монашку, в общем, кого угодно. Это что-то интересное. Вот мы сейчас как раз с вами видим такие забавные образы костюма своими руками. Это действительно сделано, костюмы своими руками. В чем-то они комичны, в чем-то они смешны, и поэтому, наверное, все-таки это урок, чтобы вы к костюму, к своему образу подходили заранее, продумывали его как-то, вот, к примеру, как Олеся, потому что все-таки Олеся представлена действительно в завершенном образе. Это такие смешные, не совсем Хэллоуиновские, ни на кого вы не напугаете, если вот так вот интересно как-то предстаньте перед кем-то. Вот это вообще какой-то фараон такой очень смешной, забавный. Я думаю, действительно больше вас повеселил, нежели напугал. Олесь, скажите, пожалуйста, ну, если вы сказали, что любите Хэллоуин, какой ваш самый запоминающийся был образ вообще, кому можете предложить? Потому что, действительно, мне кажется, есть какие-то уже избитые такие персонажи, которых мы видим из года в год одни и те же. Как раз, как уже повторились, это Джокер очень часто просто. Я была вороном, то есть вампиром. Таким я, в принципе, только не была. Да, как бы я занимаюсь модельной карьерой, как бы для меня творческие проекты – это все, как бы, вот внутреннее состояние души. А сейчас, как бы, Хэллоуин получается больше пяти образов. То есть это вампир, ведьма, там, например, скелетик с черепом на лице. То есть «Мертвая невеста», ну, огромный выбор для макияжа, для грима, для пластического грима. Можно сделать все, что угодно. Было бы желание и нравилось бы лично это. Ну, и в конце концов, действительно, сейчас очень популярны какие-то кинообразы, поэтому можно смотреть, вдохновляться какими-то фильмами, ну, и воплощать именно образы из любимых кино, любимых киногероев. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Как зовут? Меня зовут Андрей. Андрей. Вот, хотел бы задать вопрос. Давайте. Слушаем вас. Вот, мне кажется, что, как бы, ну, пора отменить этот праздник Хэллоуин, потому что он немножко, ну, травмирует психику детей. Что еще раз детей? Травмирует психику? Детей, да. Да, потому что, ну, эти страшилки для чего? У нас, как бы, очень много своих праздников. Угу. Вот, и, как бы, можно своими пользоваться. Зачем нам американские? Да, слушайте, ну, в самом начале передачи мы действительно сказали, то, что кому-то Хэллоуин не нравится, потому что считают его не наш, не нашим праздником. И это есть такое мнение. Мы, конечно, не можем с ним спорить. Кому-то Хэллоуин все равно кажется как забавным праздником. Олесь, ну, хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, что можете ответить нашему телезрителю? Я могу сказать, что это дело каждого. То есть в моем случае это самый любимый праздник в году. То есть я только, наверное, этот праздник отмечаю на полные все сто процентов. То есть образ, грим, оформление дома, то есть участие в конкурсах каких-то, посещение каких-то мероприятий. То есть, ну, все, что угодно. И действительно, у каждого свое. Кто-то отмечает, кто-то нет. Но я считаю, что это плохо говорить, чтобы запретили этот праздник. Потому что кто-то, ну, безумно обожает его. Кто-то и много угодно отмечает, кто-то и какие-то еще праздники отмечает. Так, давайте завершать наш десерт, потому что остается буквально две минутки до конца эфира. Да. Мы отрезаем уголочек у конверта. И сейчас будем рисовать паутинку. Я думаю, в этом ничего сложного не будет. Все умеют это делать. Несколько полосок. Угу. Такие. И, соответственно, соединяем их. Так, давайте вы пока рисуйте. Я спрошу Анны, как у нее дела, Анна? Дела у нас хорошо обстоят. Мы делаем мексиканский череп, который довольно-таки популярен. И как раз можно сказать, что это такая ужасная красота, когда девушка хочет выглядеть эффектно и немножко ужасно, но при этом сохраняет свою женственность. Угу. А как все-таки много времени необходимо тратить на образ? Зависит от индивидуальности? Типа кожи? Зависит от самого образа, зависит от того, каким временем располагает сам клиент. Потому что, конечно, в свою очередь хочется сделать законченный образ. И если есть на то возможность, то работать с клиентом, скажем так, до последнего. Угу. То есть перфекционизм нам не чужд. Хорошо, действительно. А есть ли у вас какое-то невоплощенное, но очень хотелось бы что-то сделать? Опять же, как у творческого любого человека. Наверняка же есть идеи? Да, конечно. Допустим, это человек-дерево, что-то наподобие дриады. Угу. Человек-дерево. Возможно, даже на самом деле это грудь. Если кто-то видел фильм «Стражи галактики», это потрясающий образ, он меня очень сильно цепляет. Так, давайте с вами завершать, прям буквально минута. Да. Теперь нам нужно убрать это все в холодильник, и, собственно, через минут 10 поместить это на пирожные. Ну, хаотично, это уже в зависимости от вашего настроения, фантазии, нарисовать... Шоколад у нас застывает. Шоколад застывает, да. Желательно в холодильнике, чтобы это было быстрее. Можно нарисовать, конечно, не паутинку, что-то другое. Можно купить белый шоколад и подкрасить его, сделать тыковку, все что угодно. Слушайте, это очень интересно. Я думаю, сегодня вы очень много образов собрали. Давайте прям смотреть завершающие уже штрихи на нашей модели Каролине. Ну, я думаю, какие-то интересные идеи сегодня для вас мы действительно преподнесли. Спасибо вам большое за ваше внимание. Ну и, конечно же, отмечайте, веселитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова